Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Как избежать в этой жизни страданий? Видимо, имеется в виду, что Бог не милосерд, раз посылает людям их в таком изобилии. И никто не ухитрился избежать страданий, поскольку единственное совершенно верное определение о человеке, который и в античной мифологии дают ему именуемые в ней богами, как смертный. Что хочет сказать этот смертный? Раз наша земная жизнь с плачем начинающейся и заканчивается исходом из этой жизни, то, конечно же, она есть по преимуществу путь страданий, путь только временных утешений и радостей, которые, однако, завершаются исходом из этой временной жизни, когда все то, что тебе дорого, когда все то, что приносило тебе удовольствие и радость, а то и чувство счастья и полноты бытия, оставляет тебя. И ты расстаешься не только со всем миром, который прежде видел, слышал, от которого вкушал, но и со своим собственным телом, к которому, быть может, так привык, несмотря на те страдания, которые иногда в нем заключаются по причине телесных болезней. И человек, желающий докопаться в мыслях своих о том, насколько это справедливо, иногда по неведению Бога, по отсутствию страха пред Ним, любви к Нему, устремленности к Нему, исполняется вот такого негодования. Зачем же я призван из небытия в бытие, тогда как мое существование — это цепь скорбей и страданий, болезней, угасания, а в результате — смерти? Может быть, вообще нет никакого смысла в этой жизни? Конечно, нет никакого смысла, если из земли мы вышли, взяты от земли, в землю возвращаемся. Даже школьнику известно, что работа по запнутой траектории равна нулю. И так было бы, если бы Бог не даровал бы нам отрасль свою, если бы не благоволил Он спасти ценой собственной крестной смерти всякого человека, грядущего в мир, от смерти и временной, и вечной, и даровать человеку жизнь с избытком, ради которой мы и призваны были из небытия в бытие. И только при этом понимании, что жизнь наша христоцентрична, смысл жизни человека не самой по себе, его собственной жизни, а она имеется только тогда, когда человек собственную жизнь посвящает единению с Христом, воплотившимся ради Него, понесшим крестную смерть во искупление грехов наших и ведущих к смерти. И воскреснув из мертвых, явил нам путь к вечному царствию вместе с собою, и принимающий Христа, и следующий Его установлением в Церкви, которая становится для каждого из нас духовной матерью, питающей нас хлебом жизни, водой живой, текущей в жизнь вечную. Таким образом мы и оправдываем и все земные страдания, и принимаем их с благодарностью, как значится на обложке одной из книг замечательного нашего русского святителя, Луки Крымского. «Я полюбил страдания». Почему можно полюбить страдания? Разве их не отшатывается, любое человеческое впечатление, любая человеческая воля? Если эти страдания со Христом, преодолеваемые, ведут ко Христу, ведут к жизни вечной, а это и есть главная цель человеческой жизни, значит, они становятся вожделенными, как для мучеников, мученичества, которые они претерпели, как для подвижников и преподобных, те подвиги, в которых они пребывали, невзирая на всякие скорби, плоти, выпадающие на их долю в связи с этими подвигами. И мы с вами, неся крест Христов, живя по-христиански, терпим различные скорби и от врагов веры Христовой, и от собственной немощи плотской, которая проявляется различными болезнями и от различных жизненных обстоятельств, для нас печальных. Но христианин призван во всем этом видеть смысл, видеть ту главную цель, ради которой и живет он, и претерпевает скорби. И тогда, понеся вместе с Господом крест, жизни земной непременно не будет он отчаиваться и горевать по поводу этих страданий, но ими взойдет в небесное царствие, в блаженство с Господом своим Иисусом Христом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова